Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на сайте издания «Комсомольская правда Тюмень». Сегодня мы проводим экспертную встречу на тему «Загородная недвижимость. Время продавать или строить?». И об этом поговорим с нашими экспертами, руководителем направления загородной недвижимости агентства недвижимости «Сова» Анной Сосолятиной, директором завода каркасного домостроения «Карсика» Дмитрием Аникеевым и генеральным директором-учредителем студии «Продаж Абконсал» Андреем Понасюком. Коллеги, хотелось бы понять, за последнее время у нас достаточно тюменцы активизировались в части покупки загородной недвижимости, покупки строительства частных домов. Вот подстегнул ли карантин, режим самоизоляции, спрос на такие объекты? Стали ли семьи, например, больше интересоваться именно покупкой либо строительством домов? Я думаю, что, Анна, наверное, вы начнете, да? Да, конечно. Добрый день, коллеги! Добрый день всем! Да, конечно, в целом в этот период спрос на загородную недвижимость вырос на 60% по нашим данным, по данным Центра загородной недвижимости «Сова». Это все направления – дачи, участки, дома готовы по всем трактам. Люди хотят комфортно проводить режим самоизоляции, хотят дышать свежим воздухом, активно, свободно двигаться и проводить время с семьей. Если говорить о покупке в целом загородной недвижимости и готовых домов по ипотеке, то сейчас очень привлекательные ставки от банков от 8% мы наблюдаем. Клиенты активно используют сертификаты, различные субсидии. Также вот эта как раз стимулирующая государственная программа очень хорошо сказывается. Так, например, материнский капитал можно на первых детей, на первого ребенка рассматривать как и в первоначальный взнос внесения, так и в целом в ипотечный кредит. Это что есть? Хорошо, есть. Очень удобно, молодым семьям очень комфортно от этого. В настоящий момент отмечаем, что такая программа, как сельская ипотека по ставке сниженной 2,7% набирает свои обороты. У людей сейчас появилось больше времени для того, чтобы спокойно изучить все тонкости данной программы. Программа непростая, сложная. Мы как раз как агентство недвижимости, как центр загородной недвижимости активно помогаем нашим клиентам, работаем с банками, подаем заявки, выбираем подходящие объекты, потому что там очень много тонкостей. И с удовольствием банки нам дают одобрение, люди приобретают загородную недвижимость, объекты, которые они хотели бы, по выгодным ставкам и, конечно же, по самым лучшим ценам. Хорошо, спасибо. Андрей, добавите что-то? Вы тоже, наверное, анализируете же ситуацию на рынке недвижимости? Да, но тренд на загородную недвижимость сформировался уже давно и, в общем-то, совершенно верно Анна сказала, что спрос сейчас вырос особенно. Это, в общем-то, одно из тех достижений в кавычках коронавируса, но, тем не менее, мы тоже это видим, понимаем. И, в общем-то, сейчас как раз желание некого уединения, оно как раз перерастает в то, что покупатели пересматривают порой свои варианты в сторону загородного домостроения. Тут важно отметить, что, в общем-то, сегодня для этого рынка потенциал огромный. И вот я, будучи сам соискателем, скажем так, как раз сейчас занимаюсь поиском загородного дома, я могу сказать, что, в общем-то, сегодня банки активно предлагают. Сегодня ниша, не занятая на рынке домостроения, это как раз взаимодействие застройщика, который на сегодняшний день может предложить свой вариант и помощь в строительстве, потому что предлагается много вариантов. И Анна, думаю, здесь более подробно скажет, которые достаточно… В общем, там есть специфика, что дома всегда строятся под себя. Я когда читаю в объявлении в газете, что построили для себя домостроения, значит, не для меня точно построили. Поэтому здесь очень важно понимать, что потенциал этого рынка в ближайшее время вырастет, и у загородного домостроения очень хорошее будущее. Хорошо, спасибо. Дмитрий, вот вы непосредственно занимаетесь домостроением. Расскажите, как ситуация у вас обстоит? Заметили ли вы повышение спроса или он стабильно держится на хорошем уровне? Ну, как вам сказать, скажем так, спрос стабильно высокий на загородную недвижимость. Сейчас просто активизировались люди в связи с началом дачного сезона и так далее. Волшебная программа ипотеки по 2,7%. Мы сейчас пробуем на первых клиентах, ее осваиваем. Она заработала буквально недавно, может быть, месяц назад. Пробуем работать с ней. Есть небольшие нюансы, скажем так. То есть мы должны практически на 50% финансировать строительство дома. Но, думаю, ничего сложного в этом нет. Грамотно распределим силы, и все будет хорошо. Спрос есть большой. Мы сейчас представлены порядка пяти городов. Это Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой. Поэтому завод сейчас загружен на 100%. У нас уже июль, наверное, очередь производства загружена. Планируем, может быть, начинать уже организовывать вторую смену. Поэтому активизировались люди. Очень много запросов. Но есть, скажем так, с точки зрения моих наблюдений, чек снижается у людей. То есть люди все-таки приходят от 300-400 квадратов к нормальным, адекватным домам. 100-140, скажем так, квадратов. То есть вот те дома, которые удовлетворяют необходимые жизненные потребности и не вытягивают деньги, скажем, на постоянное содержание. Ну и плюс запросы к качеству домов, конечно, у людей повысились. Хорошо, спасибо. Коллеги, у меня вот еще такой возникает вопрос. А есть ли возможность у жителей Тюменской области, грубо говоря, попробовать пожить в тестовом режиме в доме, да, но арендовать условно дом, либо дачу? Вот как у нас развит этот рынок? И много ли предложений? И были ли актуальны, было ли это актуально вот в начале эпидемии пандемии? Это, в общем-то, как раз тот тренд, о котором вы говорите. И который, я думаю, этим летом будет как никогда актуален. Это аренда загородного жилья, там, это дачи и так далее. То есть вот как раз мы, сидя на изоляции, очень сильно ощутили, что, в общем, какая бы ни была хорошая квартира, но она, в общем-то, маленькая, да, и где-то погулять надо, где-то там выйти на, подышать свежим воздухом. И как раз такая возможность в загородном домостроении шикарно реализуется. Поэтому я думаю, что как раз этот тренд в этом году будет актуален, как никогда. Хорошо, спасибо, Андрей. Анна, возможно, у вас есть цифры примерные, да, по спросу на аренду? Конечно, да. Мы тоже отмечаем, наш центр загородной недвижимости отмечает высокий, огромный просто спрос на аренду загородной недвижимости. Он побил все рекорды в этом году. Спрос оказался больше, чем предложение. Но наш центр постарался найти выход. Мы максимум все усилия приложили к тому, чтобы наши клиенты остались довольны и смогли пережить самоизоляцию, наслаждаясь природой. И в спокойных, тихих местах, конечно, да, как ипотека на даче выросла, так и аренда дач, конечно же, большим пользуется спросом на сегодняшний день. Хорошо, спасибо. Дмитрий, вам что-то есть здесь добавить? Может, к вам тоже? На самом деле, как ни странно, есть ряд запросов от юридических лиц именно на строительство домов под сдачу. Мы реализовывали несколько таких проектов на Верхнем Бару, на Кулиге, ну, для собственников земли. Поэтому сейчас особенно это интересно становится людям. То есть за счет скорости возведения каркасных домов, за счет низкой стоимости эксплуатации, за счет качества, многим очень близок этот продукт. И он очень быстро окупается, на самом деле. Вот уже, спасибо, уже упомянули, да, что сейчас достаточно выгодная ставка, банки идут навстречу. А вот сами застройщики, застройщики частных домов, да, в том числе те, кто продают готовое жилье, они как-то стимулируют этот спрос дополнительными там бонусами, какими-то индивидуальными предложениями по покупке, продаже, строительстве домов? Вот, наверное, Дмитрий, с вас начнем по этому вопросу. Как бы вам сказать правильно в этом формате? Сейчас, на самом деле, со скачками доллара цены на материалы, ну, довольно серьезно поднялись. Мы стараемся еще держать цены на уровне 2019 года, конца 2019 года. Но сейчас, допустим, начало строительного сезона, оно повлекло за собой дополнительный всплеск роста цен. Вот, но мы стараемся удержаться. А с точки зрения бонусов и скидок, мы не практикуем скидки. Скидки практикуются в основном в предновогодний сезон, так как наша технология позволяет строить зимой, то основной спрос на материалы падает в зимний период. Тогда, скажем так, поставщики могут делать скидки нам, мы делаем скидки клиентам. Но, скажем так, сейчас нет какой-то завышенной маржинальности именно в индивидуальном жилищном строительстве. Очень большая конкуренция на рынке с точки зрения, наверное, недобросовестных застройщиков в плане некачественно применяемых материалов и так далее. Так как мы не вынуждены, неправильно сказать, мы работаем в открытую, то есть крупная компания, налоговые отчисления в бюджет и так далее, мы стараемся держать цены в рамках рынка, но не зарабатывая на этом каких-то космических прибылей на самом деле. То есть я думаю, что 5-10 лет, и все-таки рынок индивидуального жилищного строительства стабилизируется и придет к какому-то понятному, наверное, европейскому уровню. Добавлю Дмитрия с вашего разрешения. В общем-то, разговаривая с застройщиками, отмечаю, что там многие говорят, арматура на 13% подорожала, кирпич на 10% подорожал. В связи с этим, я так понимаю, что и другие сопутствующие материалы тоже растут в цене. И, конечно, себестоимость строительства растет. И это с одной стороны. С другой стороны, сегодня и цены на загородную недвижимость тоже растут. Это, в общем-то, как раз отклик на тот спрос. Плюс, скажем так, еще повлияла очень серьезно ценовая политика, курс доллара и прочие вещи. И те дома, которые готовые предлагались, они сейчас, я смотрю, цены предлагаются уже на 10%, на 15% дороже. Понятно, что это цена предложения и что реальные рыночные цены, они там отличаются несколько. Но тренд на удорожание, он тоже виден. И это, в общем-то, на хорошие проекты. Это очевидно. И сегодня, к сожалению или к счастью, к сожалению для покупателей, и, может быть, к счастью для застройщиков, это сегодня там есть. И цены растут на недвижимость. Спасибо, Андрей. Анна, добавите? Да, согласна, что стоимость увеличивается. Но в нашем центре загородной недвижимости могу отметить, что у нас несущественное увеличение по ценам. Ну, в среднем около 7% мы отвечаем. Это связано, наверное, с тем, что мы активно работаем по ценообразованию, с нашими продавцами выводим на рыночную стоимость, для того, чтобы нашим покупателям не переплачивал, чтобы он всегда получал продукт именно по своим потребностям, по своим возможностям. И, конечно же, наши продавцы, чтобы были также довольны, рассматривали другие какие-то варианты. Если рассмотреть именно по ценам, увеличениям, по акциям, мотивации, в девелоперские компании, как в коттеджные поселки в загородном направлении, это строительство домов, тонхаусов, земельные участки продажи, то могу отметить то, что сейчас девелоперские компании очень лояльны к агентству недвижимости, к своим клиентам, прорабатывают очень много мотивационных моментов, различные акции, различные предложения, то есть мотивируют постоянно заинтересованные. Ну, это очень хорошо, поэтому, конечно же, наш клиент не получает тот продукт по той цене, которая должна быть, не по завышенным ценам. Это для нас первоочередное, очень важно для нашего центра. Коллеги, у меня еще вот такой вопрос возник. Не исключено, что некоторые, наоборот, ожидают некоторого падения стоимости строительных материалов на фоне пандемии, на фоне застоя рынка определенного. И правильно ли я вас понимаю, что, скорее всего, наоборот, тенденция идет к повышению стоимости объектов, строительных материалов. Если человек сейчас раздумывает над покупкой, покупать ему жилье загородное, либо начинать строить, то лучше вот начинать и уже не ждать дальнейшего развития такого. Ну, ты правильно сказал, что… Давайте, Дмитрий, да. Да, пожалуйста. Да, я извиняюсь. К сожалению, сейчас, да, тенденция идет к повышению цены. И, как правило, там, с падением доллара, цены, материалы. То есть, если вы хотите действительно начинать строительство, начинать планировать строительство и подписывать договора, наверное, правильнее, январь-февраль месяц, застройщики в основном будут давать самые оптимальные цены. А строится именно, может быть, в летний период, тогда будет, как бы, более комфортная цена предложена. Если сейчас заходить в строительство, там, июль, август, сентябрь, то, скорее всего, вы попадете на максимальные цены при постройке. Ясно. Спасибо. Андрей, добавите? Да, я как раз хотел сказать о том, что Дмитрий правильно сказал, что есть сезонность, и сезонность – это ярко выражено. И получается, то, что происходит сегодня, ну, в общем-то, это там самый максимальный, можно сказать, спрос. И в этот максимальный период спроса, конечно, ценообразование не лучшее. Однако есть принцип такой, что, в общем-то, если вы приняли решение покупать или строить, то, значит, надо покупать или строить. Потому что всегда там, условно, будут ниже цены, но при этом денег может не хватить. Да, может там, условно, что-то случится, еще какие-то там непредвиденные обстоятельства. Поэтому, если есть потребность, надо ее закрывать сейчас. Так же, как и в квартирах, так и в загородной недвижимости один и тот же, в общем-то, совет. Для инвестиций, конечно, время, там, зимнее время более выгодно, а для строительства, ну, в общем-то, всегда можно договориться. Более того, вот тот спрос ажиотажный, который есть, он, конечно, еще и отчасти сформирован вот этим периодом самоизоляции. То есть, когда была потребность, формировалась, но реализовать ее было или трудно, или невозможно. И сейчас, безусловно, вот этот выход на рынок тех покупателей, которые долго ждали и вот сейчас решили, он еще дополнительно стимулирует активность на рынке. Безусловно, ситуация может поменяться, и здесь никто, наверное, вам прогнозов давать не сможет, что будет зимой, что будет осенью. И там, ну, вероятность того, что подождешь и выиграешь, она такая же, как подождешь и не выиграешь. 50 на 50. Вот, поэтому вот то, что я хотел добавить в данном случае. Спасибо, Андрей. Анна, ну, наверное, ваша позиция такова, что самые актуальные и хорошие приложения разлетаются быстро, поэтому особенно не стоит. Конечно, конечно. Да, я как эксперт, как центр именно загородного направления агентства Сова могу сказать, что, конечно же, самые лучшие предложения, они уходят очень быстро. В любое время, более того, скажу, что даже в зимний период времени, вот ведем мы свою аналитику, в зимний период времени у нас обращения не уменьшаются. Люди хотят приобретать загородную недвижимость. Есть свои нюансы, то, что нельзя посмотреть земельный участок, оценить грунтовые воды, посмотреть, где, на каком месте он находится. Но для целью инвестирования, опять же, если люди хотят выиграть, если они хотят сейчас приобретить земельный участок зимой, но при этом строить, вот как раз Дмитрий говорил, в летний период времени, это будет тоже выгодно, то, конечно же, они рассматривают, приобретают, и предложений очень много, а на сегодняшний день, вот в настоящий момент, сейчас все располагает для покупки загородной недвижимости. И самоизоляция, большое количество предложений, цены сдержанные. Ну, наш центр, мы сдерживаем цены, мы прям говорим об этом нашему клиенту, доказываем, с продавцом прорабатываем именно эти моменты. Сейчас и годные программы, хорошие ставки. Что будет, вот как Андрей Петрович сказал, что будет потом, мы не знаем, но лучшее время просто не придумать. Поэтому, конечно же, направляем всех на загородную недвижимость, даем хорошие, качественные консультации, и люди уже принимают решения. И вот действительно, Кира, дополню, как раз Анна очень правильно сказала, что хорошие предложения улетают махом. Поэтому, когда покупатель думает, смотрит, выбирает, в общем-то, за этот период другие покупают, и в итоге получается, либо берешь не совсем то, либо вот сидишь и дальше смотришь. Что же выбрать из остатков? Поторопись, Андрей Петрович, с участком. Я дом ищу. Кстати, к разговору о земельных участках по ТЖС. Сейчас тоже их активно покупают. Можно ли говорить, что сейчас можно урвать, грубо говоря, себе очень классный участок где-то в черте города, и он будет по довольно-таки привлекательной цене. Начну? Да, давайте. Ну, участки в черте города сами по себе не могут быть за 200 тысяч рублей. Это 100%. Либо там что-то с сервису, с красной линией, что-то там не в порядке. Это 100%. А вообще, конечно, цену по земельным участкам, особенно ИЖС, очень сложно прямо вывести. Можно приобрести и за 200 тысяч рублей, и за 2 миллиона, в зависимости от того, где находится участок, какие коммуникации к нему проложены, на каких территориях, каком муниципальном образовании. То есть факторов очень-очень-очень много. И сейчас очень много девелоперских компаний вышло на рынок со своими продуктами. Поэтому рынок полон, можно выбрать под любую потребность. И цена, ну, она действительно от 200 тысяч рублей. Просто кому-то подходят песочные дороги, а кому-то нужно именно асфальт и более качественный продукт. Ну, предлагаем на все случаи. Дополню. В данном случае, если брать земельный участок где-то там, ну, вот в районе мыса, да, там, где центральные коммуникации и так далее, то стоимость сотки 1 миллион рублей. Это земельный участок. Это еще без дома и без строений. Там, если брать земельный участок без документов, ну, с лесом, да, допустим, но на нем нельзя будет его там перевести, то, в принципе, можно и за полтора миллиона участок найти. Хорошие участки там в рамках там 10-15 соток, но они стоят где-то там тоже хорошо. Если там для дачи, то тут, конечно, вариант, который Анна сказала, он более такой интересный, и его найти гораздо легче, гораздо проще. Вот, но там сегодня же не только ИЖС, да, там участки есть, и дачные участки, то есть немножко другая форма собственности, и исходя из этого, в общем-то, другая ценовая политика. На любой вкус можно сейчас выбрать, но смотреть за своим кошельком, конечно, всегда надо. Спасибо. Дмитрий, вот вы, как человек, занимающийся строительством, на что бы советовали обратить внимание при выборе участка? Ну, вообще бы советовал в данный период не совсем пытаться выбирать себе участки. Лучше выбирать их, наверное, ранней весной, когда начинает таять снег. Тогда вы поймете, по крайней мере, как будет выглядеть ваш участок повеснее. Вот, потому что очень много, и часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек покупает летом замечательный участок, а весной начинает тонуть. Поэтому есть, конечно, либо советоваться с соседями и так далее, ну, чтобы понять хотя бы, как ваш участок будет выглядеть вот именно в сезон половодия. Потому что бывали моменты, что, допустим, люди просто тонули в прямом смысле этого слова. Приходилось поднимать фундаменты на метр и так далее, и тому подобное. Дмитрий очень хорошую тему затронул. Действительно, правильного выбора участка. И здесь важно понимать несколько параметров. Есть плюсы покупки участка летом. Мы видим его, как он будет из себя выглядеть в хорошее время года. Есть плюсы покупки участки осенью и зимой. И тут важно понимать, чем мы обладаем, какая цель приобретения. Если у нас возможность отсыпать этот участок есть, но взять его подешевле, то соизмеряем, в конечном итоге, какая стоимость будет. Есть участки, которые планируют только подвезти электричество или газ. И это тоже отражается на цене продажи участка. Тут плюсы есть покупки и зимой, и летом. Анна, я думаю, об этом лучше скажет. Анна, добавите? Ну, как я уже говорила, что, конечно, люди приобретают всегда, в зависимости от того, какой у них бюджет, в какое время они хотели бы заниматься, и как они знакомы с местностью. Да, конечно, на самом деле, земельные участки, загородная недвижимость – это не квартира, когда ты пришел, посмотрел, увидел, как строится. Там очень-очень много подводных камней, поэтому, конечно же, я как эксперт ориентирую, и мы направляем наших клиентов именно работать с нашим центром, ну, либо, если кто-то работает с каким-то другим, по другим вариантам, наши специалисты могут качественно проработать все моменты, все подводные камни, юридический отдел прорабатывает полностью все, что связано именно с рисками для наших клиентов, ну, унесем, соответственно, ответственность, и полностью, ну, выстраиваем именно, выстраиваем покупку к такому земельному участку, который идеален для нашего клиента, на котором он сможет построить именно то, что он хочет, под те фундаменты, под тот дом, потому что там тоже Дмитрий, наверное, сориентирует, да, что очень много тонкостей, и, ну, в общем, получит мечту, свою мечту осуществит, и это все очень делать просто, самое главное – выбирать с умом, выбирать в тех местах, которые могут подойти. А еще интересует такой вопрос, коллеги, а сопоставимо ли дом, ну, готовый дом, либо строительство дома по стоимости с квартирой, рассчитанной на семью, там, из четырех-пяти человек? Вот я понимаю, что варианты разные, но это примерно можно говорить о том, что можно купить себе средний дом, и он будет по стоимости примерно как, ну, достаточно большая квартира. Анна, начнете? Да, я вам. Ой, пропадаете. Да, конечно, конечно, очень много наших клиентов, которые рассматривают покупку земельного участка и в дальнейшем строительство дома, продают свою недвижимость, и, ну, надо понимать, здесь очень тонко, нужно понимать о том, что строительство дома – это не так просто, это не просто взять и запланировать, 3 миллиона рублей, или кто-то вообще продает однокомнатную квартиру и планирует полтора миллиона рублей. На самом деле так не будет, это не так просто. Нужно всегда примерно вот в бытовом уровне умножать свою сумму затрат на два, потому что подводных камней очень много, также коммуникации, построить коробку – это не просто так. Дмитрий, наверное, более детально уже сориентирует, как строитель именно малоэтажных домов. Построить коробку – это одно очень малое-малое дело. Нужно провести еще коммуникации, получить все необходимые документы. Это тоже затратно именно по бюджету. Поэтому очень сложно сказать, что стоимость квартиры выйдет стоимость дома. Опять же, все зависит от того, что хочет наш клиент, какие у него бюджеты, как он привык жить, какая семья будет проживать. Очень-очень много факторов. И мы, конечно, все индивидуально рассматриваем, по каждому клиенту смотрим. И уже он принимает решение, мы рассказываем все тонкости. Андрей, добавите что-то? Да. Если коротко ответить, то, конечно, варианты всегда сопоставимые. Сопоставимые можно найти и квартиру поменять на загородную недвижимость. Понятно, что, согласен с Анной, что качество и готовность этого объекта будет разное. Здесь важно понимать, что есть там уже готовый рынок загородной недвижимости, где вариантов очень много. И есть рынок строящийся. И в данном случае строящийся вариант может быть выгоднее. Выгоднее по той простой причине, что, во-первых, дом будет построен по вашему проекту, который вы для себя хотите. Во-вторых, это будет дом, который построит компания, и вы будете видеть это качество. И, в общем-то, здесь уже вы определяете бюджет покупки, а не смотрите на рынки из кучи вариантов, которые могут быть вам неподходящими. Поэтому, конечно, вариант переезда и продажи квартиры, переезда в дом, в общем-то, есть сегодня и выбрать можно. Пользуется спросом большим. Дмитрий, вот вы сказали, что спрос меняется в сторону достаточно таких оптимальных для жизни домов по площади, там 140-150 квадратных метров. Какой бюджет примерно стоит закладывать семье, если они планируют строить такой дом? Ну, я не могу вам сказать за все компании, могу сказать только за свою. Вот, то есть для нас сейчас, скажем так, 140-150 квадратных метров дом, это, наверное, где-то ценник около 4 миллионов. Вот, что вы получите за это? То есть это будет весь комплекс работ, полностью будут инженерные коммуникации сделаны, у вас будут теплые полы со стяжками и так далее. То есть вам останется сделать чистовой ремонт. Ну, по сути, вы получите точно такой же дом, как и квартиру, там, с предчистовой отделкой, с натяжными потолками и наклеите обои и можете заехать. Насколько это сопоставимо с стоимостью квартиры, наверное, вам решать, потому что сюда нужно отключить стоимость земли и так далее. С точки зрения эксплуатации, наверное, такой дом выйдет вам однозначно дешевле квартиры. Да, это, кстати, тоже такой элемент, когда покупатели смотрят и сопоставляют, если там десятки тысяч платят за коммуналку, а здесь это гораздо дешевле стоит. Я вот со строителями, когда общался со строительными компаниями, в общем-то, цифры, диапазон себестоимости строительства называли разные, где-то от 40 до 60 тысяч за квадратный метр. То есть вот это как ориентир можно для себя брать, и если там мы хотим построить дом 140 квадратных метров, умножаем на 40, получаем где-то там 5 миллионов 600 тысяч рублей. Да, это нижняя цена будет. Ну и там 60 тысяч. Конечно, там верхняя цена, она может быть любой, потому что кто-то захочет сделать там мрамором все. Дом с колоннами. Да, да. Тогда, конечно, цена будет за квадратный метр космический. Но среднее, это где-то получается 40-60 тысяч для загородного домостроения, как ориентир можно для себя брать, чтобы понять, я хочу 200 квадратов, это значит, будет примерно там 8 миллионов. Если рассматривать, я извиняюсь, если рассматривать конкретно наш продукт, то для нас, наверное, справедливее сказать 35-45, то есть вот в таком формате. Коллеги, вот вы уже сами упомянули про платежи за ЖКХ, хотела как раз уточнить. Вот правильно я ли понимаю, что при ну таком при правильном грамотном строении дома, ну строительстве, ну в том числе при покупке хорошо построенного объекта, действительно можно выиграть на стоимости оплаты коммунальных услуг. Потому что одно время появились такие опасения, что налог за землю стал достаточно высоким, и это как бы вот сглаживало вот эти различия между платежкой за квартиру и за обслуживанием дома. Как сейчас? Ну, тоже вариантов разное количество, но безусловно, если сопоставлять, допустим, стоимость квартиры 100 квадратных метров ее проживания в городе где-нибудь там, но не в центре, это там со всеми платежами порядка 10 тысяч рублей получается, да, там плюс-минус, то, конечно, за загородный дом, я думаю, раза в два меньше получается платеж судя по вот тем цифрам, данным, которые есть. Конечно, выиграть здесь можно. Я бы хотел тут немножко обратить внимание, если дом грамотно построен, если вы на этапе проектирования заложили верные решения, то да, как минимум в два раза вы сможете экономить, да, даже при отсутствии газа. Хорошо, спасибо. Анна, скажите, вот когда к вам обращаются за покупкой домов, это как бы возможность экономить на коммунальных услугах, это один из факторов, и вообще на что еще обращают внимание люди, когда выбирают загородную недвижимость, что важно? Если не смотреть на портрет нашего покупателя, то в целом для людей несколько факторов важны. Это, конечно, инфраструктура в первую очередь, потому что люди уже смотрят, особенно молодежь, на школы, детские сады, на детские зоны, парковые зоны, люди более зрелого возраста точно так же хотят уже комфортно вместе отдыхать, проводить время. А также фактор, как экономичность, все хотят приобретать выгодно, все хотят приобретать по льготным программам, не переплачивая при этом какие-то скидки, бонусы, если это, опять же, поселки взять, все взять по максимуму, не переплачивая. Также третий фактор, ну, такой, как безопасность, комфортное соседство, охрана, спокойствие, чистота, юридическая участка, чистота управления сделки, юридическая, это очень-очень важны нашим клиентам, это, наверное, самые-таки основные моменты, на которые обращают наши клиенты. Дополню еще, Анну, и один из факторов, который также играет роль, это удаленность до города, в общем-то, там, и получает ценовая политика, чем дальше, тем доступнее, можно взять где-нибудь там в районе Московского тракта, там, 30-го километра участок за 200 тысяч, и этот же участок, вернее, на этом же тракте в районе Зубарева, он будет стоить, ну, там уже порядка миллиона рублей, примерно тот же по площади участок, то есть, это еще дополнительно, и согласен, да, сейчас такой фактор, как инфраструктура, это, в общем-то, один из факторов, который будет нарастать его потребности, вот, кто из застройщиков в новых проектах будет предусматривать строительство школ, строительство магазинов, детских садов, тот, в общем-то, в длительной перспективе выиграет значительно, безусловно. Коллеги, еще такой вопрос, вы все анализируете рынок, следите за ним уже не первый год, меняется ли портрет, вот, именно, средний, да, портрет покупателя загородной недвижимости, что это все-таки люди более такого зрелого возраста, грубо говоря, которые хотят встретить спокойно, там, выйти на пенсию, да, и жить вдалеке от города, либо все-таки это меняется в сторону молодого населения, молодых семей, вот, как обстоят дела. Начну? Анна, вам слово. Если взять года три назад, то мы бы четко сказали, что это люди пенсионного возраста с доходом выше среднего, то на сегодняшний день наш клиент, он молодеет, очень часто рассматривают загородную недвижимость, молодые люди до 35 лет, они становятся более избирательными, просто так не принимают решения, тщательно подходят к этому вопросу, то есть выбирают очень тщательно, молодежь, молодые люди рассматривают в основном земельные участки под строительство, под будущее строительство сейчас, либо через год, опять же, как положение, а люди уже более зрелого возраста очень часто продают свои квартиры и переезжают либо в готовые дома, либо также строят для себя, уже обращаясь к компании. Совершенно верно, получается, доля перераспределяется, и если загородной недвижимостью раньше занимались и там постребованность была у людей старшего возраста, то сейчас доли перераспределились, и получается, старший возраст ищет либо для проживания, либо для грядок, а молодежь ищет себе удовлетворение, потребностей в тусовке, в отдыхе, и для них нужны разные продукты, то есть получается, там для молодых людей надо показывать газон, да, чтобы был, или там зона барбекю, а вот старшему поколению там грядки, теплицы, ну, если брать там сегмент массовый, то тут просто важно понимать, для кого, какой продукт будет востребован сегодня. целевая аудитория надо. Дмитрий, добавите по этому вопросу? Да, как вам сказать, для нас целевая аудитория, наверное, это соц, причем большинство людей, переезжающих с севера, как правило, либо действительно молодежь, но молодежь это больше строит какие-то дома для отдыха, небольшого формата, все-таки, наверное, молодежь начала задумываться о здоровом образе жизни, на свежем воздухе, от города очень сильно устаешь, и с детьми всегда приятно выходные провести на природе, поэтому, да, небольшие дома на свежем воздухе это 30-35 лет, где-то так, а так, когда уже это основательный дом, то это скорее 40+, люди уже планируют старость, планируют жить вдали от города, поэтому, 40+, это не старость, я вам точно говорю, знаете, я просто наблюдение свое скажу, получается такая картина, вроде как все покупают недвижимость для того, чтобы ехать и отдыхать, а в итоге я вот смотрю на тех, кто имеет загородную недвижимость, они больше не отдыхают, а больше там к вечеру настолько устают, потому что то одно, то другое надо сделать, что в итоге там получается сил очень много тратить. Ну, вот тут я вас понимаю, надо очень четко для себя понимать, насколько хотите, насколько вы хотите обладать загородной недвижимостью, потому что загородная недвижимость, это все-таки большие обязательства на вас возлагает, не всегда получается просто отдохнуть и получить удовольствие, то есть зачастую приходится поработать и нужно быть очень упорным человеком, чтобы нет собственных домов. То есть убрать снег, подстричь газон неизбежно, да, какие-то... Это самое мелкое, с чем придется столкнуться животные и так далее, тому подобное. Коллеги, еще подскажите, меняется ли формат вообще вот коттеджных поселков, потому что, ну, раньше, по крайней мере, говорили о том, что достаточно мало развитая инфраструктура в плане каких-то магазинчиков, кафе, там, мини-пекарен, и так или иначе людям приходилось из своего загородного дома постоянно выезжать в город, там, делать закупку продуктов, там, еще что-то. Как-то сейчас меняется формат вот самих коттеджных поселков? Ну, там, в плане проектирования, конечно, меняется, а в плане реализации, к сожалению, динамика не такая хорошая. Получается, что, в общем-то, мы же понимаем, что это прежде всего экономика, и пекарня заработает, когда люди будут жить рядышком и будут постоянно что-то покупать. То же самое с продуктовым магазином. А как правило, период, если брать продажу земли, от продажи земли до периода, когда, получается, уже можно жить, проходит 3-5 лет. И, конечно, ситуация усугубляется, потому что, с одной стороны, 3-5 лет люди строят, с другой стороны, они видят, что инфраструктуры нет, они начинают строить уже не 3-5 лет, а 6-7 лет. И, в итоге, к сожалению, вот такого, что приехал, купил и живешь уже в готовом, пока на рынке не предложено. Но думаю, что в ближайшее время застройщики выйдут с подобными проектами. Надеюсь на это. Своей стороны хотел бы сказать, что на самом деле сейчас в Тюмени какого-то прямо достойного девелоперского проекта, ну, не знаю, я бы не мог назвать, наверное. Почему? Потому что все равно даже если начинают строить какие-то интересные более-менее продукты, то потом все скатывается к продаже земли и за счет чего, в принципе, поселок, как правило, теряет стоимости. То есть хотелось бы, конечно, чтобы созрели девелоперы до комплексной застройки, продажи уже готовых домов, различных планировок, но в одной стилистической гамме, наверное, правильно так сказать. Это, во-первых, повысит стоимость продукта, во-вторых, привлечет вот именно тот продукт магазинный и так далее и тому подобное. Как правило... Дмитрий согласен, да. Здесь могу сказать, что сегодня девелоперы над этим и думают, потому что рынок инвесторов загородной недвижимости, инвесторов больших, с большими деньгами, он, в общем-то, как раз сейчас прирастает и прирастает как раз с точки зрения комплексного освоения территории. Слишком рынок многоэтажки слишком зарегламентирован сейчас, и вот исходя из этого перераспределения спроса вложения денег идет в загородную недвижимость, на загородный проект. Ну, будем надеяться, что все будет интересно, скажем так. Уверен. Анна, добавьте что-то еще по этому вопросу, и сразу попутно спрошу, мы уже упоминали про сельскую ипотеку, а она действует, ну, это участие условно в Тюменском районе, или как правильно? Да, если рассмотреть по девелоперским компаниям, действительно, обещаний много, мы все надеемся на то, что выполнят, есть коттеджные поселки, как я их называю, качественные коттеджные поселки, где действительно есть и дороги, и щебень, и есть действительно газ, и даже есть центральный водопровод по инфраструктуре, по магазинам, пекарням, да, действительно, много говорят, много обещают, есть опять же поселки, которые уже в стадии реализации подходят уже, что-то выстраивают, и в основном вижу, что выделяют первые линии в коттеджных нарезках, если они находятся где-то приближенно к дороге, и продают под коммерцию, чтобы кто-то вышел с этим проектом и построил магазин, построил торговый центр, ну, девелоперы видят это в ближайшей перспективе, что кто-то приобретет, действительно, кто-то приобретает, либо вот некоторые поселки, например, оставляют коммерческие помещения, коммерческую землю на первой линии, именно для себя видят в этом плюс, в дальнейшем открытие собственных магазинов, собственных управляющих компаний, то есть это будет своего рода дополнительная дополнительная сумма, сказать, бизнес, дополнительный бизнес, в целом. По сельской ипотеке у нас развит отличный большой отдел, ипотечный отдел, специалисты прорабатывают с каждым клиентом, есть свои тонкости, программа очень, на самом деле, сложная, и просто так взять и найти объект на загородной недвижимости, это практически невозможно, потому что требований целые огромные пункты, это даже не 10 пунктов, объект рассматривается больше месяца, то есть тонкостей очень много, и конечно же специалисты помогут, причем в нашем центре специалисты подбирают ипотечную программу, выбирают объект, это все делают бесплатно, то есть на стадии оформления ипотеки за ипотеку оплачивать ничего не нужно, но программа действительно очень сложная, но она работает, выдачи идут, и люди будут жить и пользоваться такой льгодной ипотекой. Ну да, тут действительно Анну поддержу, нужно обращаться к специалистам, потому что ипотеку под 2,9% оформить сегодня очень трудно, очень трудно, 2,7, 2,7, ну там 3, 2,7. Ну это все возможно, все возможно. Со специалистами да, и пошла реклама. У меня еще вам такой вопрос, касаемо технологий строительства домов. Стоит ли сейчас, ну есть там определенные стереотипы, что условно говоря дом вот из дерева, он лучший, он качественный, он простоит много лет, а вот новые быстро возводимые технологии, это вот что-то пока непроверенное, не изученное, и мы этого боимся. Изменились ли технологии строительства, не стоит ли бояться вот именно конструкции, которые быстро возводятся, вот как бы вы прокомментировали? как бы я прокомментировал, не стоит бояться никаких технологий строительства, если вы четко понимаете, как она работает в каждой технологии, и можете правильно выбрать тот или иной продукт. Бояться стоит, наверное, больше плохого подрядчика, я бы так сказал, вот в таком формате. То есть любую хорошую технологию, к сожалению, можно испоганить кривыми руками. Вот. С точки зрения быстрого возводимого жилья, я бы не сказал, что есть какие-то нюансы. Сейчас очень быстро развивается рынок строительных материалов, довольно много интересных продуктов. С точки зрения теплоэффективности уже гораздо лучше, чем любые традиционные технологии. Нужно четко понимать, для чего вы покупаете дом. То есть либо это ваш дачный загородный дом, либо это просто баня, либо это дом для постоянного проживания. Когда вы определитесь с этим, вот тогда стоит рассматривать различные технологии. Во-первых, в рамках бюджета вашего, насколько вы можете себе позволить ту или иную технологию. Во-вторых, в рамках сроков готовности в ожидании строительства. Как правило, люди склоняются именно к быстровозводимому жилью с точки зрения удобства, комфорта, скорости возведения, отношения цена и качество и так далее. Что еще можно добавить, наверное? Как раз хорошо сказали вы о том, что действительно любую технологию можно испортить подрядчикам, поэтому в данном случае технология это себестоимость, это стоимость строительства, а вот подрядная работа надо выбирать, конечно, хороших подрядчиков, тогда у вас ваш дом будет и из быстровозводимых конструкций долго стоять и радовать глаз из привычных материалов, уже традиционных материалов, тоже будет радовать глаз, поэтому тут важно не сэкономить на самом строительстве. Хорошо, спасибо. Можно купить? Если бы давать какой-то совет с точки зрения на как выбрать подрядчика, на самом деле очень много нюансов, но постарайтесь действительно поездить по готовым объектам и поговорить уже с проживающими людьми, насколько было комфортно и удобно, во-первых, работать в данной компании, во-вторых, насколько комфортно и удобно вам проживать в их доме, тогда можно уже принимать какие-то решения, что-то у нас немножко подвис запись с Дмитрием. Анна, что-то добавите? Есть какие-то? Я могу сказать про наш центр снова о том, что мы не даем такие рекомендации, чтобы не брать ответственность, чтобы не подвести нашего клиента мы такие рекомендации, к сожалению, не даем. Наш конечный результат это договор по припродаже, это услуга, это счастье в участке, в загородном объекте, а уже выбор подрядчика, это уже передаем компетенции специалистам, профессионалам, Дмитрию, как специалисту компании, и, как сказать, отпускаем клиента, но ответственность не берем. Хорошо, коллеги, у нас тут еще пару вопросов возникли, точнее, вот у нас спрашивают зрители, наши читатели, вызовут ли льготные кредиты для застройщиков снижения цен? Ну, сейчас застройщикам дают, я так понимаю, они могут получить льготные кредиты в качестве поддержки от государства, может ли от этого ожидаться снижение цен на объекты? Нашли коротко, вряд ли. потому что длительный период, это два месяца у застройщиков продаж не было, а себестоимость в любом случае затраты были, аренда была, там склады топили, отапливали зарплату людям, платили, поэтому, скорее всего, это мера поддержки, которая, мера поддержки, а не мера экономии получения. И еще вот один такой вопрос, если вдруг человек начал сделку, условно, до начала пандемии, до начала карантина, в процессе решил ее как-то приостановить, отказаться от этих детей, возможно ли получить задаток обратно, считается ли это форс-мажором? Это касается и покупки, и строительства дома. У нас таким вопросом занимаются юридические службы, но если человек вышел на сделку, то обычно юридические задаток остается на другой стороне. Каждый имеет право отказаться от сделки, и вторая сторона либо цельный задаток, либо двойной задаток получает, и все выходят из ситуации. Дмитрий, как у вас по строительству? Я бы не сказал, что данная ситуация сильно повлияла. Мы не работали всего неделю, то есть производство работало, дома строились. Мы, несмотря на сложившую ситуацию, полностью исполняем обязательства согласно договоров и своими заказчиками. Если брать вопрос отказываются люди, но сейчас не отказываются, может быть как-то немного деньги подвисают, из-за этого сроки сдвигаются, может быть только так. Если заказчик в полной мере исполняет свои обязательства, мы со своей стороны тоже обязаны это сделать. Хорошо, спасибо. Мы, в принципе, обсудили практически все вопросы, которые мы на сегодня планировали, основные. Возможно, вы хотели бы что-то добавить, еще раз сказать людям решиться сейчас на покупку и строительства дома, кто действительно об этом раздумывает. Кому слово первому предоставить? Анна, давайте вы, наверное. Давайте, конечно. В настоящий момент загородная недвижимость продается, предложений очень много, цены отличные, цены рыночные поддерживаем мы всем рынком, всеми партнерски вместе со всеми участниками, чтобы никаких завышений не было, загородную недвижимость приобретают за наличный расчет активно, очень активно продают свои квартиры по обмену, легко можно нашим клиентам приобретать загородную недвижимость, есть даже готовые проекты, которые можно рассмотреть и осуществить этот обмен, это будет очень несложно, покупают земельные участки под дальнейшее строительство, активно идет ипотека на даче, поэтому рынок живой сейчас очень легко приобретать загородную недвижимость, это будет достаточно выгодно и конечно же хорошие варианты уходят очень быстро, поэтому будьте здоровы, обращайтесь в компании, которые вам помогут, с удовольствием проведут качественно все работы и сидите дома, приходите, обращайтесь с дистанционной работой в полном режиме. отлично, Андрей. Не сдавайтесь, стройтесь, хороший слоган. Дмитрий, что-то добавите еще по этому вопросу? Если все-таки собрались строиться, нужно определиться, что вы хотите, в каком формате, вот и грамотно подойти к выбору подрядчика, на самом деле это очень важно, взять несколько компаний, сравнить, выбрать, обсудить и прийти, не всегда дешевая цена, залог успеха и качества, к сожалению. Ну что ж, коллеги, спасибо. Получилась отличная беседа. Я думаю, что те, кто сейчас находятся на стадии раздумия по поводу покупки либо строительства дома, для себя из этой встречи вынесут множество полезного. Еще раз напомню, что в нашей экспертной встрече принимали участие руководитель направления загородной недвижимости агентства недвижимости СОВА Анна Сосолятина, генеральный директор завода каркасного домостроения Карсика Дмитрий Аникеев и генеральный директор учредитель в студии продаж АПКонсалт Андрей Панасюк. Я думаю, что после этой встречи к вам, наверное, еще больше появится вопросов и постройке, и по покупке недвижимости, и просто за консультацией, так скажем. Готовы. Будем рады. Хорошо, отлично. Спасибо вам за беседу, за ответы на вопросы, коллеги. Всего доброго. Спасибо большое.